Студия Warner Bros. за много лет своего существования стала настоящей голливудской легендой, выпустив огромное количество воистину культовых фильмов, поэтому то, о чем сейчас пойдет речь, звучит еще более крышесносно. Дело в том, что, как сообщило более чем уважаемое издание Variety, на фоне катастрофического положения дел внутри конгломерата WB Discovery, то ли он весь, то ли именно его киношная составляющая в виде Warner Bros. вероятнее всего будет продана в ближайших несколько лет. К этому привела совершенно бездарная политика руководства компании, загнавшая некогда голливудского гиганта в полнейший кризис, ну и как следствие в ближайшие годы не стоит ожидать перезагрузок каких-то больших франшиз, принадлежащих Warner, а они на самом деле владеют очень многими правами, взять хотя бы DC, Властелина колец, Гарри Поттера или Игру престолов. Так вот, в ближайшее время, если что-то из этого и выйдет, то исключительно в качестве одиночных проектов и как демонстрация для будущих покупателей, тогда как полноценное развитие вышеупомянутых и других крупнейших франшиз в собственности Warner Bros. возможно будет уже только под началом новых владельцев. С ума сойти, конечно, лично я в жизни такого бы не ожидал и все это таки происходит. Так что давайте обсудим все детали прямо сейчас. Вместе с игровой площадкой Kiss4Gamers и с сайлером FullGame мы разыгрываем 3 стим-ключа дополнения Phantom Liberty для Киберпанка. Для участия совершите любую покупку, хотя бы на 50 центов у продавца FullGame и оставьте номер заказа в нашей группе Telegram. Победители определятся случайным образом через неделю. А вообще, Kiss4Gamers это лучшая площадка для геймеров. Тут вы найдете игровую валюту, ключи, аккаунты или даже софт. Есть огромное количество способов оплаты и качественная поддержка. А еще скидка 10% по промокоду MovieMaker. Ссылка в описании. И для начала немного напомню вам, как обстоят дела у Warner в последний год-два. Студия Warner Bros. объединилась с Discovery прошлой весной. Из-за крайне сложных показателей, в первую очередь внутри ВБ, после этого слияния новый конгломерат стал одним из самых крупных в Голливуде, а управлять им поставили босса Discovery Дэвида Заслова. Ну а акции компании действительно сперва пошли вверх, правда ненадолго. И после череды кассовых провалов, а также крайне странных решений руководства, стоимость акции Warner вместе с Discovery полетела вниз. В итоге, к концу 2022-го, стоимость новой компании упала почти что в два раза, а это от десятки миллиардов долларов. И хоть сейчас ситуация слегка улучшилась, все равно стоимость с момента слияния для нового конгломерата просела почти на 20%. А за прошлый год компания вышла в минус на более чем 2 миллиарда долларов. И это при том, что и так долг Warner и Discovery сейчас уже более чем общая стоимость гиганта. При этом, правда, что-то очень странное происходит с руководителем компании Дэвидом Засловым. Ведь оказалось, что мистер Заслов чуть ли не самый высокооплачиваемый биг босс Голливуда. Так, зарплата генерального директора VB Discovery превысила 39 миллионов долларов в 2022 году. Да-да, в том самом, в котором общая стоимость возглавляемой им компании упала ровно в два раза на десятки миллиардов баксов. Таким образом, получилось, что пока VB Discovery теряли миллиарды, руководитель компании зарабатывал более 100 тысяч баксов в день. Неплохой кишевт, согласитесь. Но, естественно, это не могло длиться вечно. И вот, мы подошли к печальным известиям. Хотя, прежде чем начать грустить, поднимите себе настроение, перейдя в наш Телеграм. Там действительно очень много всего интересного, а контент обновляется 24 на 7. Ссылка, как всегда, уже ждет вас. Так вот, как написали на днях в Variety, Warner Bros. будут проданы в течение следующих двух лет. Что загоняет предстоящие проекты DC и не только в очень странное и сложное положение. Дальше цитата из статьи. Некоторые из посвященных убеждены, что другая компания, скорее всего Universal, купит Warner Bros. в течение двух лет. Поэтому недавние сюжеты и потрясения DC кажутся странными. Далее статья цитирует аналитика с Wall Street и венчурного инвестора Ричарда Гринфилда, который сообщил. Суть в том, что им нужно заставить DC работать независимо от того, владеет ли студия заслов, владеет ли ими Брайан Робертс, владеет ли ими кто-то другой. DC должны работать и приносить деньги. И тут как бы сложно не согласиться. Вот только штука в том, что все выпущенные студии фильмы за последний год, все в той или иной мере оказались провальными с точки зрения не только зрительского интереса, но как следствие и кассовых сборов. Так что пока DC не то чтобы не приносит денег. Они напротив их только выкачивают. И это, кстати, одна из причин, почему, вероятнее всего, Warner Bros. будут проданы, по мнению, вовлеченных в процесс людей. Кстати говоря, данная статья Variety подтвердила информацию от ряда англоязычных блогеров и инсайдеров, которые еще летом этого года говорили о том, что предстоящий фильм Джеймса Ганна «Супермен. Наследие» — это способ продемонстрировать мир DC потенциальному будущему покупателю. Этот фильм — способ за слово продемонстрировать мир DC потенциальному покупателю, написал еще ранее один из инсайдеров. Это последнее утверждение заставит задуматься наших читателей, которые, возможно, помнят, что продажа DC была предсказана много лет назад, говорилось в сообщении. Также после появившейся статьи Variety инсайдеры уже написали, что она подняла еще больше шума относительно возможного графика продажи в AB Discovery, но главная суть все равно остается прежней. Биг Боссы попытаются продемонстрировать потенциальным покупателям бренд DC с их мягкой перезагрузкой. Как и то, что анонс Джеймсом Ганном «Вселенная DC» в конце января этого года был приманкой для потенциального инвестора, или точнее покупателя. Но дело в том, что DC — это далеко не вся собственность Ворнеров, как мы сказали ранее, они также владеют правами на многие другие культовые саги. Как тот же «Властелин колец» или «Гарри Поттер» и не только, не зря же пока еще босс в AB Discovery, Дэвид Заслав, несколько раз делал более чем нарочитое ударение на том, что его компания должна более активно работать с тем наследием, которым владеет AB Discovery, и что именно большие глобальные франшизы — это то, что может принести им максимальное количество денег. Вот только теперь при новооткрывшихся сведениях все это тоже начинает казаться не более чем заявлениями, призванными продемонстрировать потенциальным покупателям ценность активов ВБ. Тем более, что, как написали в Ворайте, в преддверии относительно скорой продажи, относительно, конечно, ведь процесс может затянуться и на 2, и на 3, и даже, кто знает, может быть и на 5 лет, так вот, вряд ли в это время мы увидим прям большие революционные изменения. Ну, типа полного тотального рестарта DC, или запуска новой грандиозной киновселенной Поттера, либо Властелина колец. Нет, вероятнее всего, такая опция будет доступна уже новому владельцу, тогда как пока еще действующее руководство в AB Discovery, если и будет запускать какие-то новые проекты, то будет это делать очень плавно, осторожно и скорее как демонстрация, не загоняя потенциальных покупателей в жесткие рамки. Так что прям больших перемен с культовыми франшизами нам, скорее всего, в ближайшие годы ждать не приходится. Как написал один из инсайдеров, Warner Bros. Discovery с DC и Гарри Поттером призваны мягко перезагружать франшизы, чтобы они выглядели более жизнеспособными и здоровыми. Однако перезагружать их проектами, которые тесно взаимосвязаны или эпизодичны в хронологическом порядке в настоящее время нежелательно, ведь это может создать трудности для будущего собственника. Причина может удивить, продолжает источник, но в AB Discovery предположительно рассчитывает быть купленными в течение следующих 3-5 лет. Поэтому компания не заинтересована в создании огромных миров франшиз, подобных тем, которые мы видели, например, в MCU, потому что это сделало бы потенциального покупателя привязанным к этой новой дорожной карте. Ну то есть, как видите, касательно временных сроков у всех прогнозы разные, но главный прогноз все равно один. Ворнеры под нынешним руководством, увы, стали нежизнеспособными и в относительно скором времени пойдут с молотка. Кстати, среди потенциальных покупателей далеко не только голливудские гиганты вроде Universal или Disney, как написал еще один инсайдер, AB Discovery якобы считает, что более прибыльным вариантом является обновление франшиз с помощью не связанных между собой проектов, чтобы такие компании, как Apple или Amazon, потенциально приобретая их, получали бы преимущество от обновления франшиз плюс возможности создавать свою новую кинематографическую вселенную любым способом на свое усмотрение. То есть, в целом, уже очень скоро кто-то из совсем еще новичков в киношно-сериальной среде может заполучить легендарную голливудскую студию и не менее легендарную интеллектуальную собственность, закрепленную за ней. Правда, что это будет означать для нас, как для зрителей, пока что полнейшая загадка. Многие кричат, мол, главное, чтобы Ворнеров не купил Disney, как они это сделали ранее с 20 веком Fox, иначе гегемония мышиного дома в Голливуде станет просто невообразимой. Согласен, это был бы не самый позитивный расклад, хотя надо понимать, что у Disney сейчас тоже финансовых проблем выше крыши, падение стоимости компании, убытки, судебные иски и прочее, так что ожидать, что они вот так разом вывалят десятки, если не сотни миллиардов долларов, пока что не приходится. Но дело в том, что опасность для ВБ исходит не только от Диснея, ведь что сделали, например, те же Амазон с наследием Властелина Колец, все это видели наглядно. А теперь представьте, что им в руки попадает практически неограниченная возможность создавать что угодно в данной вселенной. Например, переснять оригинальную трилогию, да и не только, а все это стало бы возможным в случае покупки Амазоном компании ВБ, спрогнозировать результат подобного, думаю, сейчас не взялся бы никто. Да и вообще, конечно, очень-очень жаль, что легенда Голливуда, которая на протяжении многих десятилетий была символом успеха, теперь доведена до такого вот состояния, когда компанию придется продавать с молотка. Как можно было до этого допустить, вопрос, разумеется, риторический, а что еще более печально, что люди, которые к подобному привели, как получали, так и получают свои миллионы или даже десятки миллионов долларов в год, а после того, как управляемая ими компания будет окончательно угроблена, они уж точно не понесут никакой ответственности, а просто заберут свою гигантскую зарплату и пойдут искать новую работу за новые миллионы баксов. Тогда как Ворнеры с их огромной историей и целым наследием пойдут по рукам, и никто не знает, как эти руки распорядятся компании в будущем. Понятно, что пока еще ничего не произошло, никто о продаже ВБ еще официально не объявил, так что может быть мы немного забегаем вперед, но с другой стороны уж очень много в последнее время почти одинаковых сообщений из совершенно разных не связанных между собой источников. Примерно так же было за пару лет до того, как ВБ объединили с Discovery и в итоге все это подтвердилось. Да что там, тема продажи компании вдруг поднялась еще во время общекорпоративной встречи осенью прошлого года, и хотя тогда Заслав убедил всех, что они никого никому не продают, скорее после такого можно подумать об обратном, ведь когда у компании все хорошо, подобные вопросы просто не обсуждаются. Короче говоря, такая вот суровая реальность, когда не только всемирно известная киностудия, но и всемирно известные франшизы оказались подвешенными в воздухе. Но увы, за это можно сказать спасибо лишь в кавычках эффективным руководителям последних лет и десятилетий, более никому. На этом мы на сегодня закругляемся, обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, кто еще этого не сделал, а также подписывайтесь на нашу телегу, все ссылки под видео. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и всем пока. Продолжение следует...